Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня пишут о том, что Алле Пугачевой стало плохо во время шопинга на Кипре. И я смотрю в комментариях, люди кинулись обсуждать опять ее состояние здоровья, эту новость. Новость-то по сути плевая. Она стояла в бутике около 5000 евро, говорит посетитель мультибрендового бутика, в который пришла Пугачева по имени Алексей. Вот что он рассказывает. Она очень себя неважно чувствовала. Алла Борисовна плохого самочувствия даже не пыталась скрывать, жаловалась продавцу на здоровье. Даже обувь была вынуждена покупать на размер больше, потому что в прежние уже не влезала. Хотя перемерила множество пар, как я слышал, что у нее ноги каждый день отекают. В тот день она выглядела, мягко говоря, неважно. При этом в деньгах она не стеснена, добавляет Алексей. Она оставила только в этом магазине 5000 евро. Очень большие деньги по местным меркам, пишут СМИ. Накупила и обуви, и одежды. Это только то, что я видел. Друзья, вы знаете, я вчера уже снимал видео похожего содержания. Вот те люди, которые обсуждают, конечно, это интерес. И этот интерес, он не уйдет никуда. Потому что все-таки это человек, который, ну скажем так, много поколений людей выросло с этим человеком вместе. И песни, которые звучали постоянно. И это, конечно, интерес он есть. И он будет. И к жизни, и к тому, что происходит в их семье. И потому что все-таки люди считали, что она останется страной. Никто не мог допустить того, что будет происходить то, что происходит. Что они будут скакать. И вы знаете, в другом дело. Когда люди обсуждают, и прямо в таком количестве здоровья там. Мне кажется, обсуждать гражданскую позицию, например, там еще что-то. Но вот сейчас уже, по сути, какая разница, да? Она уже возрастной абсолютно человек. Он ее уже под руку тащит. Там уже все понятно. Но, с другой стороны, я не знаю, в молодые годы они все, знаете, смогут летать, ездить на поезде, пересекать границы. Потом обратно туда-сюда. У них и денег, и здоровье. Все они купят. Нам нужно подумать о себе, я считаю. Когда читаешь, просто ты видишь огромное количество людей вовлеченных, интересующихся. Мне кажется, нам нужно действительно подумать о своем здоровье. О своем здоровье. О своем сегодня, о своем завтра. Кто-то скажет, слушай, ты больше всех по Пугачеву говоришь. Правда. Но я стараюсь все-таки говорить с точки зрения гражданской позиции, с точки зрения того, чтобы на примере в каждом видео как-то бы показать, что эстрада и творчество, вот то, что было, да? Когда люди не выходят, как вот Лорак на «Песне года» вышла в окружении полуголых девиц. То, что случилось за два-три десятка лет, это называется деградация. Когда нормой стали вываливающиеся тетяндры и поющие трусы. Вот это, понимаете, показать на примере того, что все-таки эстрадой в большей части заведовало именно это явление Пугачевщина. Сюда входили и продюсеры, и связи на телевидении. А что касается здоровья, интересно, интересно. Но и обсудить можно, в общем-то, ничего тут страшного нет. Но мне кажется, что все-таки нужно задуматься о своем здоровье. Потому что люди действительно настолько искренне, как бы, и желают ей счастья, и возвращения ее, и ненавидят так же искренне. Но равнодушных нет. И в этом смысле хочется сказать, ребята, ну как у вас, как дела у вас, как ваше здоровье, как вы себя чувствуете? А может быть, для, в общем-то говоря, людей, вы знаете, это какая-то отдушина, пообсуждать вот этот момент, связанный с этим. Мне просто интересно, скажу честно. Мне просто интересно, и интересно, что будет дальше с этой точки зрения. Но предлагаю задуматься нам о своем здоровье, видя вот тот огромный общественный интерес, скажем так, к состоянию здоровья Пугачевой. Сколько она проживет, а проживет, а не проживет, и так далее. Вы знаете, мне кажется, у них все будет замечательно. Они сейчас юркнут куда-нибудь в Лондон, и будут там прекрасно припеваючи жить. Друзья, что вы думаете на сей счет, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости, новости в формате 24 на 7. Ролики из разных источников, новости из разных источников, политика с моими комментариями. Вообще все самое интересное стекается в телеграм-канал Будда Гришна Новости. Из всех других телеграм-каналов. Друзья, и кому интересно, можете подписаться на платформе Рутюб. Канал тоже называется Будда Гришна. Успехов здоровья. Все пока, до встречи.